Уважаемые друзья, здравствуйте! Хочу представить вам новинку GAU-G4 Долго этой модели у нас не было А поэтому очень интересно было посмотреть Что же это за нашумевшая модель Которую так раскручивали в интернете В принципе По ожиданиям В принципе все оправдалось На данный момент одна из лучших моделей В скажем так Еще более человеческом размере То есть стандартный у нас Размер сейчас является 5 дюймовый Данная модель у нас 4.7 Итак, смотрим в какой коробке Поставляется данный смартфон GAU-G4 напоминаю Итак, вот такая вот коробочка Несколько обновилась у нас Упаковка по сравнению с моделями GAU-G3 и тому подобное Вот у нас тут есть отличительная черта GAU-G4, 4.7 1 гигабайт оперативной памяти Такая вот коробка В комплекте у нас есть Один аккумулятор Сейчас, кстати, про него более подробнее USB кабель и стандартная Зарядка Зарядка под Американский стандарт То есть без переходничка Но мы постараемся влаживать всем обязательной По поводу аккумулятора То, что я говорил Хоть это и стандартная версия Но нам поставщик высылает данную модель Вот с таким вот аккумулятором На 3000 мАч То есть это тот пресловутый аккумулятор Который так выставляли в интернете Итак, смотрим Модель GAU-G4 Довольно-таки Не могу сказать, что он Это тонкий смартфон Довольно-таки толстый В принципе, добротно так лежит в руке Классный экран Экран темный Как вот Не как в дешевых китайцах А как вот в добротных, хороших смартфонах Задняя крышка у нас выполнена Из soft-touch покрытия Следы остаются довольно-таки сильно В принципе, для меня это не особо играет роли Мне крышка нравится Задняя удобно лежит в руке Не скользит Спереди защищенное стекло Gorilla Glass 2 класса То есть можно не переживать По поводу каких-то царапин, сколов То есть все должно быть максимально добротно Вот с этого боку у нас есть кнопка включения Она не сверху, как обычно в этих моделях С этого качелька громкости Сверху у нас разъем под наушники Снизу у нас защелочка Для того, чтобы открывать крышку Микрофон USB Спереди у нас есть Три сенсорных кнопки Домой, меню назад Камера Кстати, тут тоже у нас есть отличная 13-мегапиксельная камера С вспышкой Вот это вот что за дырочка Если честно, даже не знаю Так, ну и ушной динамик По поводу телефона Давайте посмотрим данную модель Через некоторые программы Которые тестируют смартфоны И как мы видим, данная модель набирает 12579 баллов Это стандартный показатель Для MTK6589 процессора На котором и построена данная модель Мы видим этот процессор Название модели Работает процессор на максимальных частотах 1200 мегагерц Разрешение экрана 1280 на 720 Вот по поводу этого момента Хотел сказать Я считаю, что на данный момент Сейчас вот китайцы погнались За Full HD разрешением Очень много моделей выпущено Но Как бы Люди тоже гонятся За этими классными экранами Но люди Забывают о том, что Все-таки эти смартфоны Еще немножко сыроваты В плане того, что Ну не хватает Даже разогнанного Турбированного процессора Для воспроизведения Full HD разрешения В 3D какой-то игре Данная модель Я считаю, что По характеристикам Эта модель лучшая То есть Нет аналогов Этой модели Во-первых Она небольшая 4,7 дюймов Всего лишь экран Очень тоненькие рамочки Очень компактный смартфон Несмотря на свой большой экран Плюс Великолепное железо Разрешение экрана Не Full HD Но наоборот Это и есть плюс Так как именно С таким разрешением Смартфон будет справляться С любыми современными играми Без проблем Плюс у нас Аккумулятор на 3000 мАч Что вообще Аналогов То есть В таком размере Не бывает У UMI С 5 дюймовым У него 2500 Гигабайт Оперативной памяти У нас 30 Точнее 4 гига встроенных По поводу Этих 4 гигабайтов Во всех GU GU Все В таком виде Все привязано К карте памяти То есть Чтобы Сфотографировать Чтобы там Что-то Скачать Вам Нужна Карточка Памяти Своя Память Сугубо Для каких-то софтовых своих прошивочных дел задняя камера у нас идет на 12,6 мегапикселей фронтальная камера заявлена у нас 3,7 но на самом деле где-то 2-3 мегапикселя, вот так вот реальных так и есть, прошивка у нас идет 4.1 Android Jelly Bean как мы видим, экран у нас в нашей модели Jiu G4, очень такой сочный яркий, цвета все, классная прошивка у нас сделана с такими индивидуальными значками, как у производителя Jiu в принципе все на русском языке, все что нам нужно вот есть несколько китайских программок, на которые можно вообще не особо обращать внимание и так давайте перейдем к нашему экрану посмотрим яркие картинки посмотрим углы обзора я считаю, что экранчик у нас очень яркий такой добротный углы преломления отличные углы обзора точнее четкость, яркость, контрастность ну и скорость работы само собой также давайте посмотрим некоторое видео в формате Full HD как смартфон будет с ними справляться я просто уже загружал я знаю, что платформа MTK6589 отлично воспроизводит этот формат видео поэтому никаких проблем у смартфонов не возникает динамик у нас вот здесь довольно-таки громкий смартфон идем дальше давайте посмотрим мульти-тач тест у нас экран на 5 точек касания в принципе тоже стандартно больше не надо особо это ничего не играет роли Z-девайс тест который нам покажет какие же датчики в нашем есть смартфоне обращаю ваше внимание на то что есть датчик гироскопа который в принципе нам нужен в современных играх который нам нужен во время удобной работы с Google картами для пространственного нахождения то есть для определения в пространстве положения в пространстве есть у нас GPS GPS отлично работает много спутников сразу ловит Bluetooth, Wi-Fi все стандартно компас, акселерометр датчик приближения который хорошо у нас работает датчик освещенности в принципе реагирует как и большинство китайских датчиков освещенности не нравится мне как эта работа возможно можно как-то их калибровать я особо по этому поводу не заморачиваюсь считаю что это не особо важная функция так по поводу браузера я пользуюсь обычно Opera смартфон отлично масштабирует то есть можно все прочитать можно вот в такой вот ориентации работать со смартфоном прогружает странички загружает в принципе все отлично все без проблем давайте посмотрим вот у нас загрузилась страница также давайте посмотрим как воспроизводится видео в YouTube все это наш смартфон умеет все прогружает в принципе это стандартный набор функций которые любой смартфон сейчас уже на платформе MTK6589 любой смартфон будет с этим справляться я просто демонстрирую вам что действительно все работает не все люди знакомы с китайскими телефонами очень много людей еще сомневаются в том что китайцы могут делать что-то стоящее а поэтому нужно этот стереотип уничтожать и давать людям хорошую, надежную, качественную технику которую и показывать что все эти смартфоны умеют очень многое вот наши мои видео обзоры на самые различные модельки кстати подписывайтесь на наш канал ставьте лайки нам мы будем всегда снимать для вас новинки делать обзоры интересные давайте посмотрим как смартфон справляется с офисными программками с офисными документами у меня сейчас есть файлик PDF давайте посмотрим как он будет открываться у нас вот, все загружается 62 страницы в нашем файле прогружаются они уже последовательно как я прокручиваю в принципе все масштабируется увеличивается и все можно смотреть, листать, читать наслаждаться различной информацией смартфон, как я уже говорил имеет небольшой размер имеет отличные технические характеристики не Full HD экран тут у нас 1280 на 720 а поэтому со всеми современными играми смартфон должен справляться максимально хорошо на максимальных настройках графики давайте посмотрим и проверим наше видео и наше видео вот если я уже посмотрю и все две 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Видео и фото вы сможете найти под нашим видео. Автофокус работает отлично. Вот, к примеру, как я только что сфотографировал вот эту вот бумажечку. Ну, отлично всё видно. Практически нет никакого мыла, никакой размыльности, ничего нет. Продолжение следует... Стандартная версия и версия Advanced. Соответственно, 1 гигабайт оперативной памяти и 4 встроенных и 2 гигабайта и 32. Я считаю, что и та, и та модель заслуживает внимания. В первую очередь, модель подойдёт для тех, кому не нужны большие лопаты, начиная от 5 дюймов и заканчивая 6 дюймами. Модель выполнена в размере 4,7 дюймов, видимая часть дисплея, но при этом очень тоненькие рамки. В принципе, смартфон тут не слишком тонкий, уже видели и тоньше, но по размеру, вот в руке, он абсолютно удобно лежит, абсолютно удобно держится. То есть, мне комфортно с таким размером экрана. Очень редкая ситуация, когда я согласен, что вот та версия полная, она будет необходима, она будет очень востребована, не только из-за 2 гигабайт, как по мне, ненужных оперативной памяти, но в первую очередь из-за 32 гигабайт встроенной, потому что 4 гигабайта для современного смартфона на процессоре MTK-6589 с современными 3D-играми, этого мало. Поэтому, в принципе, можно и этой моделью ограничиться с картой памяти. В принципе, всё отлично устанавливается на карту памяти, не нужно танцевать с бубном. А поэтому можете выбирать и 2 гиговую версию. В принципе, всё, модель очень классная, мне понравилась. Подписывайтесь на наш канал, если нравятся отзывы, ставьте. Если нравятся наши обзоры, ставьте лайки. Будем рады видеть вас снова. Всего доброго! Продолжение следует...